Личные взаимоотношения между политиками далеко не всегда совпадают с взаимоотношениями их государства. Скажем, в те времена, когда Борис Николаевич Ельцин говорил «друг Билл и друг Гельмут», эти самые Билл и Гельмут с удовольствием организовывали распад и разграбление нашей страны. Поэтому я не думаю, что внешне взаимно вежливые взаимоотношения президентов Обама и Путина в полной мере соответствуют взаимоотношениям между Соединенными Государствами Америки и Российской Федерацией. Интересы Соединенных Государств Америки сейчас прямо противоположны интересам не только Российской Федерации, но и практически всего мира. Поэтому главный интерес Российской Федерации это сдерживать аппетиты Соединенных Государств и не позволять им съесть весь мир до того, как они сами развалятся под грузом внутренних противоречий. То есть можно было бы, конечно, и дать им мир на съедение, если бы таким способом можно было устранить и внутриамериканские и общемировые противоречия. Но поскольку американские противоречия таким способом заведомо не устранимы, надо рассматривать их как источник повышенной опасности. Ну а то, что со взрывоопасными предметами приходится обращаться очень осторожно, это знает не только Владимир Владимирович Путин, но и любой, кто проходил в школе курс начальной военной подготовки или основ безопасности жизнедеятельности. Так что вежливость Владимира Владимировича это осторожность сапера, разминирующего чужую сложную взрывоопасную закладку.